Пистолет-пулемет Арита М-1941. Гордость Королевской Румынии. Второй подчисленности, после вермахта, армией стран ОСИ, участвовавшей в нападении на СССР в 1941 году, стали вооруженные силы Королевской Румынии. Правда, продемонстрировать свою боевую силу этой армии так по большому счету не удалось. Румынская пехота была вооружена разнообразным стрелковым оружием как оставшимся со времен Первой мировой войны, так и поставленным в более позднее время из Германии, Франции, Венгрии, Италии и Чехословакии. В начале 30-х годов в Румынии было организовано также собственное производство стрелкового оружия. Кроме винтовок, системы Маузера и ручных пулеметов чехословакской разработки ЗБ-30, модифицированный аналог пулемета ЗБ-26, в Румынии производились и пистолеты пулемета Арита, конструкция которых была разработана чехословакским инженером ЭУ «Яско». Пистолет-пулемет Арита является образцом автоматического оружия, работающим на принципе отдачи свободного затвора. Он состоит из ствола, ствольной коробки, затвора, возвратнобоевой пружины, затыльника, прицельных приспособлений, магазина и ложе. Конструкция пистолета-пулемета достаточно проста. Его ствол не имеет ни кожуха, ни ребер охлаждения. Со стволом наглухо соединены ствольная коробка, которая в передней части имеет горловину с защелкой для магазина. Удобная деревянная ложа простирается до горловины магазина и на правой стороне приклада снабжена антабкой для крепления ремня. Такая же антабка имеется с левой стороны ствольной коробки. Крепление ремня с правой стороны оказалось неудачным, так как в боевых условиях создавало некоторое неудобство. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Огонь из пистолета-пулемета можно вести одиночными выстрелами и очередями. Питание патронами производится из прямого коробчатого магазина емкостью 25 патронов или из рожкового магазина емкостью 32 патрона. Для стрельбы могут использовать все 9-миллиметровые патроны Парабеллум или аналогичные им итальянские патроны М10, 9 на 19 миллиметров. Прицельные приспособления состоят из секторного прицела и мушки. Они рассчитаны на прицельную дальность 500 метров. Однако достаточно эффективным был огонь на дальность только до 200 метров. Кроме стандартной модификации пистолета-пулемета с деревянной ложей была разработана также модификация с откидным металлическим плечевым упором и пистолетной рукояткой. Производство пистолета-пулемета продолжалось до 1944 года. Всего было изготовлено примерно 4000 штук. Продолжение следует...